Свою проверку безопасности в учебных заведениях представители Общероссийского народного фронта начали с Самарского лицея «Созвездие». Это один из образцов и показательных примеров того, как все должно быть. На входе турникет управляемый охранником, кнопка экстренного вызова полиции, не стационарная, которая крепится к стене, а переносная, вмонтированная, специальный мобильный телефон. Это значит, в случае необходимости охранник может отправить сигнал о помощи, находясь в любой точке здания и даже снаружи. У нас там здесь, не ошибаюсь, 16 номер по всему порцию, а мы оплачиваем только обслуживание. Это идет вот с нашей стороны. Пожарная сигнализация у нас работает. Кроме пожарного оповещения, есть еще оповещение, которое находится у секретаря. То есть, вот мне надо там собрать людей, нажимаем там определенные кнопочки и оповещение по всей школе, кому, куда, там. Многодетные матери Марии Комковой, недавно ставшей доверенным лицом президента Владимира Путина, здесь учатся трое детей. За них признается спокойно. Всегда, когда прихожу на родительские собрания, все очень тщательно записывается, кто зашел. И, то есть, я знаю, не только по сегодняшнему дню, но и вообще, то есть, что здесь происходит всегда. Очень серьезно здесь контроль осуществляется за состоянием пропускной системы и вообще за состоянием условий самой школы, санитарное состояние. В этом учебном заведении два корпуса. На обслуживание всех систем безопасности, в том числе кнопок быстрого реагирования, видеонаблюдения и на зарплату охраны в год уходит миллион рублей. Из городского бюджета приходит всего 75 тысяч. Эксперты посчитали, что оборудуют так все учебные заведения города и сказаны, необходимо ежегодно выделять по 280 миллионов рублей. Сумма огромная, на эти деньги можно построить две небольших школы. Представители Общероссийского народного фронта оценивают общее состояние школы. Здесь осмотрели классы, библиотеку и спортзал. Пришли к выводу, что тренажеры стоят слишком близко друг к другу. Остальные, кто не играет, в это время могут здесь и пораниться. Все нарушения записываются и потом будут подробно анализироваться. После этого мы их проанализируем на уровне региона с привлечением аппарата уполномоченного по правам ребенка, в обязательном порядке с привлечением Министерства образования и науки Самарской области и, соответственно, Департамента городского округа. И выработаем уже те решения, которые будут либо в оперативном порядке решаться, либо это все-таки определение той системной ошибки, которую мы увидим, и постараемся рекомендовать ее исправить в масштабах Российской Федерации. В планах общественников проверить на предмет безопасности все учебные заведения области. Аналогичные инспекции сейчас идут во всех регионах страны.